друзья приветствую вас на своем канале и сегодня у нас такое видео будет буду показывать вам свои результаты своих пересадок потому что задают вопросы в комментариях как чувствует себя тот или иной герой растения моих пересадок иногда такие комментарии как бы бросаются тапками бедное растение общем такого плана хочу показать какие сейчас вот вспомнила растения такие покажу как себя чувствует отчет такой видео отчет сегодня у нас плохая погода за окном такая дождь льет сильный пасмурно но все как всегда осень ноябрь в принципе нормально вот поэтому сделала побольше света как возможно и поделюсь своими новостями в основном приятными и напоследок немножечко грустненькими вот начну так кого у меня первого спрашивают начну наверное вот жаклинки вот она жаклинка вот она чувствует себя хорошо отсушивает нижний листик но она дала ростик вот он дала ростик так тут у меня смотрите не пугайтесь это у меня можно сказать производственная травма цветочная я тут на мусорке нашла аквариум заставила ночью мужа со мной его ехать тащить потому что это будущий флорариум когда-то вы его увидите но пока я еще не знаю где у него место вот ну и в его там пока перетаскивали в общем произошла у меня травма попало туда скорее всего стекло в общем я ездила в поликлинику долгое время как у меня даже не было настроение честно говоря снимать видео из-за этого потому что это все болезненно в общем в общем зарастет заживет все будет нормально вот так что вот такое наше нелегкое растеневоческое дело бывает такое вот так вот смотрите вот у нее там горешки сегодня там хорошо листики в тургале я ее после того как показывала мне написать что может быть клещ я ее на всякий случай несколько раз обрабатывала и зеленым мил мылом и фито не спали нам забыла фитовермом то вот на всякий случай как бы для профилактики сейчас секунду мне тут девочки разборки чинят так девочки разошлись нула тося сейчас минутку все разогнала демонстрацию сейчас будет она проситься в ту комнату в общем страдать так но у нас видео не кошачьи не травматичные у нас про цветочки вообще смотрите вот она после пересадки прекрасно себя чувствует растит листик немножко сверху он да не нормально все с ним все с ним будет хорошо но кончик там какой-то будет чуть-чуть так дальше не прям написали бедные растения про пересадку моих а главным вот все за них страшно переживают вот смотрите ну она начала желтить листья еще до пересадки причем она желтит практически все но после пересадки смотрите мне пошел новый листик а то она стояла стояла непонятно что с ней было вот не знаю что там пока внутри пока я ее не трогаю аккуратненько поливаю по чуть-чуть прям капельку буквально чтобы верх не мог промочился а влага туда вниз просочиться пойдет вот в общем все с ней хорошо листики в тургоре все красавица и вторая девчонка тоже тоже смотрите пробудила листик все у нее нормально здесь получше ситуация мало желтеющих листиков вот такие там корни красивые вот все хорошо так спрашивали про папоротник платицериум показываю вот это его полностью новая домашняя ваечка ну сами можете посчитать когда я там выложила видео получила его наверно месяц прошу да вот такую красоту он не уже наращивает обнимает этот горшочек вот надо будет подумать куда его в красивое место пересадить но пока он не заполонит корнями весь этот всю эту посадку скорее всего трогать не буду но мне очень хочется чтобы он уже обнял вот это вот не ну даже в принципе если он на это дело обнимет закроет его собой все будет красиво не будет видно а корень корни будет видно что там происходит так ну и теперь пришла немножко грустная нотка общем пересадка моего вот этого вот товарища в общем я его помните поставила в тепличку до в пакет и благополучно про него немножко забыла и он у меня начал вот здесь вот болеть сначала прям начали отваливаться во и большие по отвалились я пытаюсь тут посмотреть есть живое что-то я его обсыпала вот так вот порошком фундазола просыпала везде вот где смогла сняла эту пленку просушила поставила под лучшее освещение одно время он начал прям поднимать эти листики тянуть их а потом вот они у него опять висят как тряпочки не знаю я что мне с ним делать не откажусь от советов более опытных не скажу что всеми воспользуюсь возможному но что-то если услышит для себя но вот эти вот держится пока крепко вот этот вот товарищ вот он скорее всего вот чуть подгнивает не знаю видно вот тогда вот скорее всего он наверное отсохнет в этом месте не пойму есть ли у него там новые какие-то ростики но в принципе кого пока пациент жив не сказать что мертв надежда есть так что я пока надеюсь я ему сдала условия какие могу создать я думаю что но уже как бы все я единственное его так как он влажный был не пролила фундазола может быть его надо еще пролить каким-то топазом фундазолом вот подскажите мне чем-то антибактериальным так ну и вроде бы все такое коротенькое видео получилось видео отчет хотя наверное зря я закончила на нехорошей ноте чем вам красиво еще показать быстренько прям и не приходит в голову так но в основном как бы потерь растения у меня нет пока ну принципе у меня вот сначала моей растение водческой карьеры когда я вдумчиво стала подходить в принципе я не потеряла практически ни одного растения с исключением наверное вот этим летом бегонии одной это я там листики почикала ей поставила вот но не пережила жару нашу влакоградскую как бы она еще на фитиле стояла она просто видимо спрела вот я поняла которые мне были без фитиля они выжили хорошо и которые были в комнате где у меня кондиционер здесь попрохладнее им было хорошо а то стояла без кондиционера на фитиле и общем тяжело если поставлю сюда красивую картинку а то как-то грустно смотреть и слушать мои разговоры мою бухтовню так я к чему вида а вот у меня в принципе по моему погиб всего ну вот террис у меня погиб но он там и был уже изначально там как бы такой я про него рассказывал в прошлой пересадке про террис вот и погиб у меня еще один папоротник но он изначально был я привезла скорее всего там уже была какая-то бактериальная может быть гниль потому что он был залит очень сильно он сидел там просто я его привезла он в болоте был вот и в общем он так и не очухался был у него момент когда у него появился шанс он пустил детку он как бы хорошо пошли даже две пошли эти детки то есть сам корень какой погиб точка роста но он дал детки и в этот момент вот это была жара и каким-то образом я пропустила полив он засох хотя я не знаю стоял мне прям перед глазами я прям каждый день его смотрела и поливала как он умудрился прям какой-то один момент пересохнуть и погибли еще эти детки но в общем стоял он у меня стоял я до последнего его держала но в итоге общем отправила его в рай думаю ну раз ты хочешь значит ну там не сказать что какой-то ценный был на самом деле папоротник ну какой-то нефролепис был такой у бабушки приобретенный вот но в принципе слава богу как говорится пока все пока вроде бы больше не было выпадов остальные все радуют скоро будет у меня обзор полный посмотрите всю мою красоту вот как есть ничего не буду скрывать никого не буду никуда переставлять вот все кто есть все в кадр попадут всех посмотрите все пишите кстати вопросы пишите кого я забыла пока показать по каким пересадкам еще есть вопросы я сделаю еще наверное выпуск вот и ну будут периодически такие выпуски делать интересно же и вам да и мне делиться с вами новостями и какие-то какие-то моменты мы все учимся и на своих ошибках лучше когда на чужих но свои лучше всегда воспринимаются ошибки так что друзья так что друзья всех целую всем всего доброго растениям вашим тоже всего доброго пусть растут радует вот все пока пока так как что и